Добрый вечер! И как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве. Сегодня бы хотелось начать наш диалог, наш разговор с ответов на ваши вопросы. Достаточно много заходит вопросов и через социальные сети, да и так мы видим ролики, которые гуляют в этих же социальных сетях, где это по мнению некоторых жителей нашего города дезинфекция ведется неверно, либо не ведется вообще. Хотелось бы об этом более детально поговорить. Как мы ведем дезинфекцию? Начали мы с того, что у наших национальных мобильных операторов заказали интерактивную карту. По этой карте она разбита на соты. Мы видим достаточно подробную информацию, сколько населения у нас на том либо ином участке города и возраст этого населения. Тем самым мы это понимаем, каким это районом города, каким улицам и так далее надо уделять большее внимание. Где у нас основные зоны риска? С помощью этой карты мы и составляем эти маршруты. Также мы заказали у национальной группы экспертов инфекционный контроль. Мы заказали детальные алгоритмы и технологические карты. Это того, как необходимо верно ввести дезинфекцию. Ту информацию, которую нам подготовили специалисты, она поделена на 8 глав. Я бы остановился на основных. Это жилой фонд и это дезинфекция в общественном транспорте. Как она должна вестись в жилом фонде? В жилом фонде в первую очередь мы ведем дезинфекцию по ручкам. Там входные и на выходе это места наибольшего контакта. Это перила. И там, где есть лифт, это кнопки лифта. Если мы говорим за общественный транспорт, то это опять-таки поручни. Это в обязательном порядке. После каждой смены это кабина водителя, это сидение. Ну и уже более тщательно дезинфекция в конце рабочего дня. Все рекомендации, которые мы получили, мы опубликуем в понедельник на сайте города и на сайте департамента городского хозяйства. Чтобы было это понятно, когда и кем велась дезинфекция в том либо ином это подъезде, сейчас на каждых это подъездах города мы развешиваем информационные листики, таблички, на которых указана дата, во сколько велась дезинфекция и это расписывается сотрудник, который эту дезинфекцию вел. Это поэтому жители города сейчас могут это спокойно контролировать, велась ли дезинфекция выхода подъезда, либо нет. Хотелось бы остановиться на теме мусора. Как я уже говорил, мы получили четкие алгоритмы и технологические атакарты, как надо верно вести дезинфекцию мусорных атаконтейнеров. И на этом хотелось бы остановиться поподробнее. Мы уже говорили о том, что в частном секторе, в частности в Киевском районе, мы начали эксперимент с малыми баками. Малые мусорные баки, жители этого частного сектора, которые сейчас ими это пользуются, будут иметь возможность дезинфицировать самостоятельно. Как это делать, мы опять-таки эту информацию выложим на сайте городского совета и на сайте департамента. Но хотелось бы отметить, что мы еженедельно ведем борьбу со стихийными свалками. Стихийные свалки, которые образуются на одних и тех же местах. Каждую неделю, каждую неделю мы убираем мусор под ноль на любой из стихийных свалок. Мы ставим там информационные таблички. Мы указываем это, куда надо вывести негабаритный мусор, если вам надо от него избавиться. Мы создали специальные майданчики, вы об этом знаете. Пожалуйста, сделайте работу от коммунальщиков легче, город чище. Ну и в первую очередь это ваша безопасность. Вы должны это понимать, что мусор и отходы это как раз те места, где и обитают бактерии, микробы, вирусы и так далее. Давайте бороться с этим вместе. На этом, наверное, все. Это, как всегда, жду ваши вопросы и видимся через неделю. До свидания.